МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда мы были самыми победными, самыми образованными, самыми умными, самыми успешными в своей тысячелетней истории. Я не устаю вам напоминать, что в мире сегодня более 200 государств, но лишь десяток государств имеют тысячелетнюю историю. Всего на одной руке можно перечислить страны и народы, которые за свою историю изобрели все виды художественного и научно-технического творчества. Лишь две страны в мире, наша и Великобритания, за последние 500 лет не теряли суверенитета. И только одной стране нашей довелось из тысячи лет почти 700 лет с оружием в руках защищать свою веру, свою землю, свою правду, свою культуру и свою независимость. Так вот, перед 1917 годом Российская империя подряд проиграла три войны. Крымскую с позором, с потерей права Севастополя иметь свой флот. Русско-японскую еще с большим позором, с потерей первые территории. И ее спалили в Первой мировой войне, куда нам совсем не надо было лезть за деньги банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Но самое удивительное, что наш народ, имея мощный ген государственности, сплоченности и единства, собрался в новой форме. Впервые мирно на съезде решили воссоздать распавшуюся страну в форме Союза Советских Социалистических Республик. Впервые мирно все народы согласились жить вместе. В основе новой идеи лежал труд, справедливость, дружба народов и равенство. Впервые мы провели модернизацию, когда за 10 лет построили 6 тысяч на ту пору самых современных заводов. Впервые полуграмотная страна стала самой читающей и образованной. Впервые она вложила самый мощный вклад в победу над фашизмом. Без нашего уклада фашизм бы сумел поработить всю планету. Впервые мы прорвались в космос и стали самой космической державой. И в этом отношении, когда сегодня встречаешься с студентами и молодежью, иногда просто берет отрывь. Ничего не знают из великой советской эпохи, которой должны гордиться. Ничего не знают из ленинско-сталинской модернизации и великолепных преобразований эпохи Брежнева и Косыгин. Ничего не знают, связанное с нашей великой победой, гигантским кладом в это наших гениальных и талантливых полководцев. Вы прекрасно понимаете, что страна, в которой молодое поколение этого не знает, она превращается в манкурта. А следовательно, на всех ждет очень плохая участь. Сегодня в мире все сдвинулось, все меняется. И очень важно предложить конструктивную программу мирного демократичного выхода из того тупика, куда нас загнали после 1991 года, предав идеалы Великого Октября и дело и смысл народной советской власти. Вот всем этим проблемам посвящена моя работа. Я надеюсь, что она будет весьма полезна любому непредвзятому читателю, который хотел бы разобраться и одновременно хотел бы получить конструктивный заряд творческой энергии, для того, чтобы мы справились с новыми трудностями. Я бы попросил моих товарищей и коллег представить ряд идей, которые высказаны в этой работе. Новикова Дмитрия Юрьевича. Спасибо, Геннадий Андреевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Геннадий Андреевич, я так понимаю, вам хотят вручить цветы. Мы вас присоединяемся к поздравлениям. Поздравляем вас с выходом книги. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот уже четверть века Россия живет в условиях острейшего кризиса. Он оборачивается деградацией экономики и социальной сферы. Людям живется все тяжелее. Только по официальным данным в стране 20 миллионов бедных, но на самом деле эти люди живут не в условиях бедности, а в условиях крайней нищеты. Бедных гораздо больше. Улучшить ситуацию правительство не способно, и все это происходит на фоне тяжелейшей международной обстановки. В год, в столетие сразу двух русских революций, все это обязывает нас размышлять, анализировать, делать выводы и действовать. Причем анализ нужен не пошлый, не конъюнктурный, не поверхностный. И вот постоянное осмысление происходящих процессов, неотъемлемая часть деятельности политика, книгу которого мы сегодня представляем. Ее автор, председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-патриотических сил России Геннадий Андреевич Зюганов. Книга «Время выбора, время действий» продолжает его исследовательскую деятельность. Стоит напомнить, что Геннадий Андреевич автор целого ряда работ, которые вызвали интерес не только в нашей стране. Его работа 2002 года «Глобализация и судьба человечества» переведена на несколько иностранных языков. Также лидера КПРФ всегда интересовал сталинский период в истории страны. Так появилась его работа «Эпоха Сталина» в цифрах и фактах, и ряд других. Сегодня мы представляем новое издание. Оно затрагивает широкий круг проблем. В нем отражен взгляд человека, для которого фраза «годы социалистического созидания» звучит неабстрактно. Это социалистическое созидание обеспечивали конкретные люди. Геннадий Андреевич сам из тех, кто прошел большую практическую школу, он участник создания Орловской непрерывки, участник косыгинских реформ, начинал работу в Центральном комитете партии по андроповскому призыву. На его долю выпало пройти через Ецинскую, в Аханале участвовать во всех ключевых событиях последних десятилетий в истории нашей страны. Сегодня он стал, пожалуй, самым известным политиком, который имеет, современным политиком, действующим политиком, который имеет за плечами советскую правленческую школу. Год столетия ликого октября, конечно, неизбежно вызывает дискуссии о роли революции в истории нашей страны. Изюганов в стороне от этой дискуссии не остался. Если вы особенно вчитаетесь в первые 130 страниц его новой книги, убедитесь в этом. Прежде всего, автор показывает, что Великий Октябрь не был случайным эпизодом в истории нашей страны. Говорит о том, что к 1917 году Россия была опутана острейшими противоречиями. Она ввязалась в Первую мировую войну в интересах банкиров Лондона и Парижа, и в результате самодержавие оказалось обречено. Потому что саму до этого обрекала страну на экономическое отставание, на нерешенность рабочего и крестьянского вопросов, на 80% бедных в стране, на 80% неграмотного населения в стране и на высокий уровень смертности. В результате случился февраль 1917 года, случилась буржуазно-демократическая революция, однако временное правительство, либеральное правительство явным образом не справлялось. Кризис обострялся, встал вопрос о целостности страны. С начала в марте месяца временное правительство 1917 года объявило о независимости Польши, а затем начался процесс бесконтрольного расползания территории по всему периметру российского государства. И поскольку либеральный проект явным образом потерпел крах, то Великий Октябрь стал спасением для России. Советская власть быстро решила аграрный вопрос, ввела 8-часовой рабочий день, вышла из войны, начала мирное созидание, восстановила единство государства через собирание в виде Советского Союза. Октябрьскую революцию в свое время Майковский назвал четырежды благословенной. Это справедливо, потому что революция реально спасла страну. На мой взгляд, большая заслуга книги, которую мы представляем сегодня, это разоблачение злобных мифов. Например, миф о том, что большевики развязали гражданскую войну и террор, и доказательства приведены в работе, которую вы сегодня получили. Вообще, данная работа вносит ценный вклад в защиту советской эпохи, в защиту социалистической революции. В ней есть напоминание о том, что в 90-е годы существовала целая группа полиц, которые по указанию Ельцина занимались фальсификацией исторических документов, вбрасывали их в оборот, и сегодня это большая проблема, серьезная для нашей исторической науки. Пожалуй, одна из главных идей книги – созидательный характер советской власти. Советская наука созидать показана ярко, наглядно, начиная с реализации Ленинского плана Гойл-Ро. Но вот тема созидания – это тема, которая является одной из самых важных и для современной России. И книга «Время выбора, время действий» – это разговор в русле переклички эпох. Она доказывает, что без обновления страны на путях социалистического созидания, выйти из тупика, выйти из кризиса, нет возможности сегодня так же, как этой возможности не было и сто лет назад. Коммунисты в нашей стране со времен Ленина предпочитали мирные способы борьбы за новое общество. И в книге это тоже показано. Возьмем сегодняшний день. В сохранении нынешнего положения дел в России заинтересованы, пожалуй, только олигархи и прочие наследники либерального февраля. Большинство же граждан за принципиально другую страну, за принципиально другую политику. А это уже важная предпосылка к переменам. Ну и, конечно, не менее важно иметь ту политическую силу, которая предложит свою программу перемен, свою программу преобразований. КПРФ эту программу преобразований выработала. Она сформулировала ее на Орловском экономическом форуме в виде 10 шагов к достойной жизни. Предложен целый комплекс мер от национализации и стратегического планирования до принципиально новой налоговой системы. Таким образом, программа КПРФ реалистична, абсолютно реалистична, потому что опирается на, в том числе, успешный социалистический опыт. Она позволяет начать преобразования быстро и провести их результативно. И мы не случайно настойчиво напоминали про народные предприятия, про хозяйство Грудинина в Подмосковье, про хозяйство Казанкова в Морел, про хозяйство Богачева на Ставрополье. Они доказывают, что коллективы, если их жизнь социализирована, максимально эффективны даже в условиях капиталистического рынка. В этом году предстоит партии большая работа. Мы готовимся к 100-летию октября, готовимся к съезду партии. Конечно, началась подготовка к президентским выборам. И мы будем дальше пропагандировать нашу программу. Это будут делать наши товарищи во всех регионах страны и, конечно, в тех, где предстоят свои региональные избирательные кампании, как в Бурятии, Карелии, Северной Осетии, Удмуртии, Приморском крае, Краснодарском крае, Свердловской и Саратовской областях, Тверской области, Кировской области, Новгородской и многих других. Мы уверены, что зерна новой политики обязательно прорастут. И книга сегодня, презентуемая Геннадия Андреевича, еще один вклад в эту работу. Спасибо большое. Лариса Юрьевна, секретарь Союзописателей. Пожалуйста, Лариса Юрьевна. Я бы назвала эту книгу «Взгляд за горизонт», если бы мне дали право давать ей название. Потому что в этой книге Геннадий Андреевич достаточно скромно говорит о себе, что у него есть способность смотреть до горизонта. Почему «Взгляд за горизонт»? Потому что в мире, как мне кажется, существуют пассионарные народы, пассионарные личности, но существуют также и пассионарные идеи, и пассионарные решения. И вот идея, как мне кажется, центральная идея этой книги, очень лаконичной, кстати, книги, хотя обозначено время целого века, очень тяжелого века, но книга чрезвычайно лаконична. Так вот центральная идея, пассионарная идея этой книги – это борьба с русофобией и антисоветизмом. Ну, как известно, русофобия и антисоветизм, как выражаются наши оппоненты часто, все в одном стакане. Вообще русофобия сопровождала… Да, и Геннадий Андреевич выводит эту тему в 21 век. Эта тема и эта идея борьбы с русофобией и антисоветизмом – это идея 21 века, безусловно. И русофобия сопровождала Россию всегда, начиная с Киевского, Московского, Владимира Суздальского, Царской России, Великого Советского Союза. Но сегодня она приобрела самые, может быть, брутальные формы. И если мы обратимся, вот, скажем, буквально на днях мы отметили 180 лет со дня рождения Пушкина. Вот Пушкин – ярчайший кровавый пример. Это русский гений, который заплатил за борьбу с русофобией, заплатил собственной жизнью. Сегодня точно так же за борьбу с русофобием платим мы, но Донбасс платит буквально как Пушкин, распятый просто на кресте. В начале 20 века с русофобией играли и с антисоветизмом. И было даже такое понятие, как интеллектуальный антисоветизм. Этим понятием заразили большую часть западной интеллигенции, творческой, к сожалению, и какую-то часть, которая потом сыграла роль в перестройке, безусловно, советской либеральной интеллигенции. И вот в книге Зюганова есть отдельная главка предательства, собственно говоря, на предательстве, а он называет здесь их, так сказать, поименно и честно, на этом предательстве и была совершена перестройка. Кстати говоря, по Владимиру Ивановичу Далю предательство – это душепродавство. Так что уж если называть, то называть их именно душепродавцами. Зюганов, в сущности, единственный политик на постсоветском пространстве, который, обращаясь к таким дефинициям, как «столетие октября», «Ленин» и так далее, к таким возвышенным дефинициям, никогда не ворочает их, как горячие угли, потому что наши политологи и политики довольно стеснительно обращаются с этими понятиями, не дай бог быть причастными, так сказать. И вот заслуга Зюганова, как раз, мне кажется, заслуга Зюгановской книги в том, что он выводит эти понятия вместе с этой центральной идеей пассионарных в 21 век. И еще два слова. У книги неожиданный эпилог. Это действительно так, на это обращали внимание очень многие, даже мне говорили. Книга заканчивается эпилогом под названием «Домострой». И надо сказать, что на арену этой книги выходит необычный герой, необычная героиня. Зовут ее «Пчела». Ну, казалось бы, здесь можно было бы и улыбнуться, но обратите внимание, что в течение уже, можно сказать, больше века обсуждается несовершенство нашего государственного символа, двуглавого орла. Действительно, все, что двуглаво, как-то немножко страшно. Конечно, Геннадий Андреевич не предлагает пчелу как государственный символ, потому что у нас есть свой партийный, вернее, коммунистический символ серб и молот. Но пчела как существо, возвышенное существо, коллективное, трудолюбивое и необыкновенно ответственное, которое выполняет миссию на земле, чрезвычайно важную, она очень рифмуется с этим нашим именно символом, там, где есть еще Витиколос. И вот эта гармонизация, которая вносится с появлением пчелы, она необходима в этой книге, потому что вопросы, которые поднимает Зюганов, столь суровые, они временами, так сказать, напоминают нам и апокалипсис, если, конечно, не будет услышан призыв Зюганова к власти, его главная тоже пассионарная идея, левоцентристская идея. Вот поэтому пчела здесь очень уместна для тех, кто будет читать эту книгу. Спасибо. 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 Шургунов, какий молодой, талантливый писатель. Когда я был еще моложе, когда мне было 11 лет, я прочитал замечательную статью Геннадия Андреевича Зюганова «Архитектор развалин», ну развалин, который перекликается с главой о предательстве, присутствующей в этой книге. Потом было слово к народу, вдохновленное Зюгановым, подписанное крупнейшими военачальниками, писателями, деятелями науки и искусства. В 15 лет я с большим удовольствием прочитал книгу Зюганова «Россия в современном мире». Нужно понимать, что вообще основы патриотического мировоззрения, которые сегодня так или иначе как будто бы становятся мейнстримом, были заложены именно тогда. По сути, это было на контрасте с той действительностью 90-х, на контрасте с действительностью распада единой страны. И сегодня эти взгляды продолжены в этой книге, которая кажется мне крайне существенной. Здесь же упомянута глава о предательстве, и тема эта не случайна. Это тема не только той элиты, которая, как известно, желая завладеть собственностью и зачастую воспринимая как собственность целой территории, пошла на предательский раздел Советского Союза, вопреки воле абсолютного большинства жителей страны. Но это разговор о той смуте, которая так или иначе может возникать в нашей истории. В том числе трагедия распада Российской империи была связана прежде всего с гнилостностью элит. И не случайно здесь пятируются слова одного из деятелей эпохи, который говорил о том, что сверху блеск, а снизу все гнило. И это важнейший урок для нас сегодня в 21 веке. Урок завтрашнего дня, потому что книга в первую очередь нацелена в будущее. Что касается самих уроков, я бы обратил внимание, поскольку я книгу прочитал с большим интересом, даже вот заложил несколько страничек, на главу под названием «Уроки 20 века». Здесь 12 уроков, но я бы выделил несколько, которые показались мне крайне важными. Это, конечно, урок социальной справедливости. Россия всегда жаждала справедливости. Недавно, выступая на оргкомитете, связанном как раз с празднованием событий 2017 года, это президентский оргкомитет, он собрался в музей истории, там собрались люди самых разных воззрений, я просто обратил общее внимание. Слушайте, а Блок, а Есенин, а Брюсов, это для нас что, пастернак? Они же восприняли вдохновленно и возвышенно те события. А Пушкин, Толстой, Чехов, Некрасов, которые все время говорили о страшной беде социальной несправедливости. Я скажу вам больше. Вот я сейчас заканчиваю повесть, которая связана с моим родом. Так получилось, что у меня корни тоже связаны с Орловщиной, откуда Геннадий Андреевич. И это были дворяне Герасимовы и Русановы. Знаменитый русский арктический мореплаватель Владимир Русанов. Это мой прадед, прапрадед, который одновременно был отправлен в тюрьму за свое народничество, участвовал в революционных кружках и служил своему отечеству, понимаете? И открывал русский северный морской путь. То есть самые разные среды были захвачены этой идеей преодоления несправедливости. Если сегодня мы не сделаем эти уроки, не извлечем их в ситуации, когда есть страшное, катастрофическое расслоение, когда 1% держат под своим контролем 90% богатства и ресурсов, то, к сожалению, история нам этого не простит. Это же и урок отчуждения власти, и урок катастрофы. Это те уроки, которые мы должны извлечь. Важный урок здравого смысла. И не случайно коммунисты и зюганов оказались основой большого народно-патриотического движения. Урок здравого смысла позволяет не тащить снова расколы и нестроения в нашу жизнь. Понимаете, что есть те точки сборки, когда весь народ собирается. Так было и во фронтовые времена, так было в истории патриотического движения. И в 93-м году, когда все приходили защищать закон и отечество. Так происходит сегодня в Донбассе, когда люди не делятся на левых и правых, когда знают, что есть основы. Патриотизм, русская идея, социальная справедливость. Именно здесь это очень четко и важно сформулировано. Так же, как и урок исторической преемственности. Потому что мы живем в стране с тысячелетней историей, где невозможно перечеркивать ни советский великий период, ни Киевскую Русь, ни великое имперское наследие. Это и урок национальной самобытности. Потому что, как здесь правильно сказано, без возрождения русского национального самосознания невозможно добиться нормальных и дружеских межнациональных отношений в России. Но, конечно, это определяется прежде всего принадлежностью к большой русской культуре. И в этом смысле, мне кажется, эта книга как раз обращик большой культуры. Культуры полемики, культуры готовности глубокого и серьезного осмысления родной истории. И всех в преддверии тех событий, в тех празднованиях и тех полемических разговоров, которые нам всем предстоят, я как раз и призываю относиться с сердечной теплотой к собственной стране, к наследию наших предков. И не разрушить ту историческую целостность, которая нам важна. А главное, быть устремленными в будущее. Потому что, как здесь справедливо сказано по поводу России, ей суждено собирать все те же земли, все тех же людей, которые жили и в Российской империи, и в Советском Союзе. Это миссия нашего народа. И каждому из нас важно быть достойным этой большой миссии. Спасибо. Спасибо большое. Афонин Юрий, пожалуйста. Без преувеличения можно сказать, что сегодня весь мыслящий мир, все серьезные историки, политологи, социологи обращаются к теме Великой Октябрьской социалистической революции, ее столетнего юбилея. В этой связи книгу Геннадия Андреевича Зюганова сложно переоценить. Геннадий Андреевич убедительно доказывает в своей книге, что благодаря Октябрьской революции удалось спасти целостность России, обеспечить ее суверенитет, объединить в единое союзное государство на бровольной, равноправной основе все народы большой, бывшей самодержавной империи. Делается один из самых актуальных выводов, который стоит и перед современной Россией. Нам необходимо исторически объединить сложившееся единство народа, входивших и в Российскую империю, и в Советский Союз. В своей работе Геннадий Андреевичем сделаны актуальные выводы, увязывающие исторический опыт Октябрьской революции 1917 года сегодняшним днем. Посмотрите, фактически накануне революции была полная деградация государственной системы управления, коррупция. И одна из основных причин Октябрьской революции это причина выпиющей социальной несправедливости, которая порождала пагубное расслоение общества, когда на одном полюсе находились кучка жиреющих хозяев жизни, а на другом обманутые и обнищавшие народные массы. Автор совершенно верно приводит исторические факты, которые доказывают важнейшую истину. Но Руси народная совесть испокон веков нетерпима к незаслуженному получению богатства, к необоснованным привилегиям и материальному неравенству. Это не просто исторические факты. Это напоминание тем, кто сегодня купается в роскоши, кто накапливает баснословные состояния за счет страны и народа и не желает замечать нищету, которой охвачены миллионы наших граждан. Согласно только официальной статистике, за чертой бедности живет более 20 миллионов человек, а в ближайшее время в Российской Федерации таких может быть более 30%. Доходы населения непрерывно снижаются в последние годы, а они упали за последние два года уже на 13%, и покупательская способность примерно до 20%. Причем олигархи на этом фоне продолжают жиреть. Только за январь 2017 года совокупное состояние 18 богатейших россиян выросло почти на 8 миллиардов долларов. Некоторые из них за один месяц увеличили состояние более чем на миллиард. В России сегодня наблюдается не только колоссальный имущественный разрыв между кучкой сверхбогатых и огромным множеством бедных и нищих, но и социально-экономический разрыв между различными регионами Российской Федерации. У нас есть несколько регионов, это в первую очередь столичные центры, которые живут достаточно прилично, но подавляющее большинство российских регионов, в первую очередь российская глубинка, живет за чертой бедности. Долги субъектов Российской Федерации более 2 триллионов рублей, муниципалитетов более 345 миллиардов. По оценкам экспертов, четверть регионов Российской Федерации в ближайшее время может оказаться на уровне дефолта. В связи с этим наша партия, наш лидер Геннадий Андреевич Зюганов предлагает комплексную программу борьбы с коррупцией, комплексную программу по преодолению бедности в Российской Федерации, и мы соответствующие программы и законопроекты внесем в Государственную Думу. Когда наши оппоненты говорят, что победить коррупцию невозможно, когда говорят, что преодолеть бедность невозможно, мы можем привести опыт социалистического Китая, эти примеры тоже приведены в книге, когда страна с 90-го года 61% населения, которые жили за чертой бедности, в нынешнее время вышла фактически на 4% бедных, а к 2020 году ставит задачу полностью победить бедность в своей стране. Книга Геннадия Андреевича со всей убедительностью напоминает, как чревато губительность социально-экономической развития нынешней страны обращена вперед, вперед к молодежи, вперед к будущему поколению, который может найти свое дело, свой интерес, а не назад, как предлагает нынешняя власть, когда более 50% студентов после окончания высших учебных заведений не может получить достойную работу по своей специальности, а 25% оканчивающих вузы не могут вообще найти никакую работу. Наша работа и наша борьба посвящена как раз развитию будущего. Я думаю, что те материалы и те документы и та информация, которая отражена в книге, будет очень интересна, в первую очередь, молодому поколению нашей страны. Александр только что вернулся из Сирии, был он в гостях у наших ребят военных, в Алеппо были, отвезли наши большие подарки и гостиницы тем, кто там страдает больше всего. Пожалуйста. Я хотел как раз сказать, что именно сигнальный экземпляр книги, которая сегодня презентуется, «Время выбора, время действия 2017-2017 год», я отвез на Ближний Восток и вручил всем практически ключевым политическим деятелям и политическим партиям эту книгу в качестве подарка, и нашим военным на базе Хмени. И особенно коммунисты Сирии и Ливана особенно заинтересовались и готовы ее перевести на арабский язык для распространения, потому что в этой книге есть корень, показан именно корень проекции то, что сегодня происходит на Ближнем Востоке. Ибо Советский Союз, рожденный Великим Октябрем, был гарантом стабильности мира не просто только на Ближнем Востоке, а во всем мире. Именно поэтому эта книга востребована в том числе и на Ближнем Востоке. Спасибо.